вы смотрите отзыв об отеле хэппи этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником или два который был в нем в 2009 году уж сколько раз твердили миру о риме не вот и я решила небольшую лепту в недружность их оргнести наша семья была в риме не дважды в 2007 году в отеле хэппи который здесь и отмечен поскольку апартаменты вилла ауфилия 2009 отсутствует в списке и вставляться не хотят свое время мне очень помогли отзывы и захотелось может быть кому-нибудь помочь ибо пишут про риме не как-то слишком уж часто в блестливо-брезвливом тони которого он на мой взгляд не заслуживает и довольно часто на форумах встречается хотел а поехать времени но рассказывают дальше ужасы обижаем мы его господа товарищи то городишком обзовем то про скуку в нем рассуждаем море нам мелкая грязная народу не потребно много зато в отелях место мало и дырка от душа не там где желалось бы завтраки с ужинами опять же весьма скудны персонал отельный не весь приветлив русского не разумеет английского тоже приходилось даже читать отзывы где ругают риме не за полное отсутствие зелени жалко мне его он хороший у него душа есть может фелли не там где-нибудь поселился окончательно мы в нем себя чувствуем тоже хорошо и комфортно поэтому несколько замечаний о риме не для тех кто ищет недорогой однако же не слишком и дешевый учитываем вариант отдыха в италии остановил свой пока еще не очень сконцентрированный взор на этом курорте первое категорически не рекомендуется риме не в качестве места для только пляжного отдыха не рентабельно исключение для семей с детками достаточно маленькими тела и мелкое море песочек благоустроенные именно для деток в особенности чистые настаиваю пляжи парки развлечений в окрестностях но в этом случае уж точно не поскупится на отель риме не почти идеальное место для совмещения поездок по местам исторической архитектурной и живописной славы италии с овощным времяпрепровождением на пляже ключевое слово совмещение мы отдыхали по принципу съездил на целый день в венеции ю флоренции ю верону а в рим на два дня отдохнул недолго на пляже более двух третьих часов нам не лежится поэтому использовали щедро предоставляемые эмилией романией регион в котором риме не так сказать районный центр возможности посещения небольших городов и поселков рекомендуем сант арканджело полчаса на автобусе номер 9 городок на горе побродить по улочкам помедитировать на виды окрестностей душа там реально отдыхает турфирмы его кстати предлагают для вечернего посещения тоже неплохо мы в прошлый раз ездили но самим бродить там значительно завлекательней да и дешевле столь же значительно чезина тика полчаса на электричке канал спроектированы леонардо да винчи кораблики с ярко-желтыми парусами свежайшие морепродукты по не очень правда детским ценам урбина чуть подальше зато и восторг неописуемый город-дворец родина рафаэля феррара часа полтора на электричке замок впечатляет и улица арк атмосфера приятная там улыбаться все время хочется ровен на рай для любителей мозаик древних сан-марина усердно рекламируемый шопинг сумки ремни кошельки ликер и дтр шопинг нас в этот раз не впечатлил кризис видать посетил карликовое государство в борьбе цены и качества последние явно проигрывает но вида и древние улочки остались прекрасными все эти поездки занимали полдни или вечер искупаться и позагорать успевали вполне резюме времени для любителей ездить и ходить и не для любителей лежать второе как альтернативу повсеместно критикуемым отелем рекомендую вариант апартаментов мы жили в центре города остановку автобуса не помню не ездили ни разу пляж напротив номер 45 46 шаги площадь триполи до вокзала пешком 15 20 минут до центра исторического 20 25 резиденция вилла аухилия брали мы вторых комнатный номер есть однокомнатные не видела что там сравнение с описываемыми в отзывах номерами да и сами два года назад жили в хэппи помним большие комнаты а балконы так и просто огромные кухонный уголок с утварью весьма располагал самостоятельному постижению секретов итальянской кухни этому также способствовали большой реминский рынок в старой части города супермаркет билла бывший стенды неподалеку 10 минут неторопливым шагом многочисленные магазинчики завлекательными мясами колбасами сырами и винами понятно что данный вариант категорически не рекомендуется апологетом все включен ки и вообще пожалуйста не надо ездить времени и боюсь что в италию в целом тем кто очень ценит в отдыхе компонент отеля его атрибуты типа ежедневной смены белья и разнообразие разносолов в шведском столе поймите меня правильно я ни в коей мере не осуждаю их хороший отель достойным сервисом весьма украшает отпуск просто в италии этот компонент не очень в почете даже пятизвездник гранд отель поругивают за несоответствие представлением о пятизвездниках самая предпочтительная публика для реминского туристического бизнеса люди ценящие в отеле его наличие с крышей над головой кроватью на ночь и водой из какого ни то душа это вот мы к примеру а апартаменты для нас это вообще сказка свободно как у бабушки в деревне только море за околицей ключи от всех дверей хозяйка улыбается поскольку ничего то нам от нее не надо шучу просто улыбается если случайно встретиться никаких уборок и смен белья ну то есть возможно но за 15 евро комплект нам нравится кому-то категорически неприемлемо совет читайте все-таки чего ждать от отеля и апартаментов и выбирайте по себе или напридумывайте заранее кошмар и тогда покажется что все очень даже неплохо мы так сделали в прошлое посещение всеми обруганных и был оценен нашей семьей весьма позитивно да еще желательно иметь навык либо спать в берушах я научилась либо спать без задних ног то есть в любой обстановке шум периодически бывает периодически ужасный да итальянцы шумные мы кстати тоже как-то сидели на балконе компании болтали и мне в голову пришло что нас наверное на пол улицы слышно воздух итальянский что ли пропускная способность стен на предмет шума высокая да учитывайте если этот фактор для вас не поправим времени и снова боюсь что италия вообще не ваш вариант 3 времени есть что посмотреть опять же не осуждаю но удивляюсь когда читаю про скучную набережную и тесную улицу второго плана набережной параллельную регина елену и все мы скучный городишко то оказался ладно не дошли люди до квартала сан-джулиано ниже смотри ладно даже до старинной истинно части не доползли х некоторые вообще они не подозревают но какая красивая село платанами улица триполи отходит от одноименной площади какая красивая село богатыми вилами и зеленью улица амудио принципи идет от гранд-отели и парка феллини кстати и сам гранд-отель заслуживает внимания особенно вечером в подсветке как и вся прилегающая часть курортной зоны и народу там поменьше чем на променаде регина еленинском он мне кстати тоже очень нравится но утром свежести сосны окончание отзывы вы найдете по ссылке в описании под этим видео в описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель в нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели пожалуйста обращайтесь всегда рады вам помочь